итак сегодня мы поговорим о том где же брать эти чудесные стекла прежде всего конечно на ebay почему не на алиэкспресс потому что на алиэкспресс мы покупаем всякое китайское барахло образцы настоящего инжиниринга и высокой технологии ушедших времен мы будем искать на ebay и так вот мы заходим сюда и пытаемся найти что-нибудь подходящее в пределах тех денег которые мы готовы потратить ну давайте поищем распространенные объективы минута раккорд 50 миллиметров те самые полтинники про которые уже говорил отсортируем найденное по возрастанию цены и как вы сами понимаете самые дешевые варианты можно отбрасывать не глядя просто потому что они не случайно такие дешевые самые дорогие варианты тоже можно отбросить по той простой причине что это не имеет экономического смысла минуаль таракур очень распространенный объектив выбор будет бешеный если вы посмотрите у нас здесь сейчас надбиралась больше десяти страниц это чудовищное количество все это смотреть невозможно но мы собственно сейчас этим заниматься и не будем мы посмотрим общий принцип отбора и так прежде всего если вы хотите сузить область вашего поиска можно указать например что мы хотим объективы в состоянии mint то бишь почти как новое есть такое понятие у буржуев если мы смотрим теперь заголовки появилась не mint не mint казалось бы все хорошо на самом деле не очень потому что если мы зайдем внутрь каждого лота нам прежде всего еще надо внимательно посмотреть на фотографии которые прилагаются если фотографии не четкие если их мало если там не видно все что вы хотите разглядеть просто берете следующий лот а этот оставляете в покое это не ваш случай нам это не нужно слава богу выбор большой смотрим что нам тут предлагают очень мало пыли никаких особых дефектов опачки что вот это такое это на задней линзе что-то есть то чего там быть не должно небольшие пылинки за 40 лет существования объектива это нормально вот это вот очень похоже например на плесень сейчас мы почитаем описание описание должно просто обязано сообщать нам некоторые моменты про объектив если автор солжет то мы его просто потом заминусуем откроем диспут вернем свои деньги это никому не нужно смотрим что же здесь написано общее состояние mint и мы же раньше пользуюсь он как новый бла-бла-бла плюсов не пожалели как видите да дальше смотрим состояние оптики вот что нам нужно прекрасное состояние нет тумана нет плесени нет царапин и нет разложения от времени в клей которым склеиваются линзы все прекрасно то есть нам автор хочет предложить чтобы мы своим глазам не верили вот это вот называется отсутствие царапин больше всего это похоже на плесень честно говоря поэтому мы этот вариант рассматривать не будем возьмем другой здесь написано отличное состояние объектив из токио япония прекрасно замечательно начинаем смотреть фотографии тоже вроде все складывается нормально смотрите ну вот опять вот опять начинается тогда да да ну что же это а это вот что в описании честно во всяком случае по сравнению с прошлым разом написано что есть туман и плесень на задней линзе плесень вещь нехорошая плесень это живое оно будет расти она будет размножаться да и пытаются убивать ультрафиолетом с ничего то пытаются делать но скажите мне зачем вам это надо зачем заниматься такой фигней с объективом за 24 доллара просто-напросто это не наш вариант самое печальное что очень часто бывают фотографии красивой но внимательное изучение вот этого описания описание всегда дается по пунктам если нет подробно развернутых моментов по царапинам бальзам separation то что тут написано hayes fungus и на диафрагме да и того факта что на диафрагме нет смазки если вот эти пункты не прописаны сразу этот лот не смотрим если эти пункты прописаны здесь обязательно должно быть ноу 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 все хорошо фотографии это только первый шаг к тому чтобы выбрать вот второе обязательно прочесть то что здесь написано вот все эти эксцент плюс-плюс-плюс mint like new это совершенно неважно это лирика а конкретные вещи здесь есть таким образом вы что-то выбрали вы можете это заказать купить и так далее но не торопитесь кроме таких вот объективов которых 100 тысяч миллионов по каждому запросу можно найти что-то более редкое например была такая чудесная фирма мейероптик в германии еще до ее объединения и когда в те еще в те времена когда немцы составляли большинство населения страны они делали очень интересные вещи как по одну так и по другой сторону стены вот посмотрите у меня спросите откуда эти безумные цены почти 20 тысяч рублей за вот это вот обшарпанное нечто на самом деле это очень интересный по-своему в общем-то легендарный объектив посмотрите какая у него интересная диафрагма количество лепестков и формы и говорит о том что это отличное портретное стекло так оно есть но ценник конечно запредельный запредельный кстати креплением 42 то самое про которое я уже говорил это крепление позволяет очень большой выбор стекол подобрать себе таким образом мы можем посмотреть еще что-нибудь из мейероптиков давайте посмотрим что же у них есть у них есть всякое разное у них есть всякие рестоны которые не такие светосильные тоже накрепление на м42 у них есть какие-то безумные цены по 26 рублей ну это уж вообще с ума сошел тот кто его продает но с другой стороны кто-то ведь это и покупает есть он по 40 тысяч рублей что же это господи это тоже объектив который возможно кто-нибудь просто бы выбросил на помолку кто в этом не разбирается на самом деле он представляет собой достаточно большую ценность надо понимать что объективу лет 60 и он не может быть не ободранным если им пользовались но на скорость как говорится не влияет таким образом вы можете поискать что-то редкое и это редкое легко найдется смотрим дальше смотрим удивляемся чем только не торгуют и вот опять же большое количество лепестковой диафрагмы да там внутри видите что-то поцарапано до просветление явно мягко говоря не качественно если она вообще есть ну и такой ценничек в 764 евро вот такое тоже бывает причем светосил 19 обратите внимание таким образом это в общем то тоже не наш случай это больше для коллекционеров а вот если вы хотите сэкономить что должны знать что где-то в середине прошлого столетия где-то даже в 60-70-х годах было очень модно для крупных торговых сетей и выпускать разного рода ребрендинговую продукцию делая та же кассина которая сейчас делает отличные фэкландеры например но маркировалось это все как сирс тот же самый как другие крупные торговые сети американские вот пожалуйста объективчик сирс 50 f1.7 приличная светосила ходовое фокусное расстояние состояние близкое к идеальному а я вам объясню почему потому что никто не знает что такое сирс у нас это вещь не раскрученная во всем мире просто ну это никому не надо особо но если вы хотите сэкономить в этих сирсов можете найти довольно много есть всякие яшики которые тоже нас не сильно любят хотя это прекрасная японская фирма свое время была которая делала очень хорошие компактные обратите внимание стекла которые тоже очень прилично будут работать с любой беззеркальной камеры есть также менее раскрученные марки но которые выпускались под своим именем то есть не для каких-то торговых сетей а для самих себя вот чин была такая фирма которая делала и камеры и объективы и он технически безусловно хорош а ценник 43 евро бесплатная доставка куда уж лучше такие варианты достаточно часто встречаются вы можете погуглить отобрать те тех производителей которые уже умерли давно они как правило дешевле тех которые ныне здравствуют вот такие варианты еще нужно сказать про супер токумара я обещал я скажу чудесная фирма асахи оптикал которая впоследствии стала пентаксом которую потом купил река который потом ешь не помню то есть сейчас там владеет но несу одно время она делала прекрасные объективы супер токумар но у них был один момент зато желтизна это тори в составе просветления который немножечко фонит да это не гамма это бета-излучение но все равно неприятно иметь в кармане штуку которая излучает пусть это излучение тормозится воздухом ближайших двух сантиметров от поверхности стекла мне бы это было неприятно еще о чем хотелось бы сказать когда вы будете смотреть лоты вы очень часто будете встречать продавцов которые специализируются на подобных товарах очень рекомендую присмотреться к ним большинство из них находится в японии и эти ребята они торгуют всяким подержанным фотографическим железом есть смысл заходить в их магазины смотреть что они предлагают вы здесь можете увидеть такое о чем вы и не слышали ты никогда и это вполне может оказаться чем-то редким чем-то тем что вы хотели бы использовать просто заходите и начинаете смотреть что же они могут вам предложить во первых это ваш кругозор очень сильно так сказать расширит во вторых вы там можете выкопать вещи которые в общем-то за копейки вам предложат и вещи будут очень хорошие всякая дичь продается посмотрите да автофокусный минольтовский стекла 80 200 когда-то за них могли убить а сейчас 888 долларов пожалуйста себе вот еще момент кроме таких вот магазинов которые просто надо добавить закладки и отсматривать периодически можно попытаться найти что-нибудь дешевое скажем так свободно полете но тут есть момент если мы сейчас поищем например что-нибудь типа найдем чертову прору стекол с большим фокусным расстоянием которые будут стоить сравнительно недорого и будут приличные скажем так физической форме но тут есть момент эти стекла несмотря на то что они хороши они будут неудобны из-за того что умножая на кроп их физическое фокусное расстояние вы получаете очень большие величины если вы снимаете например на олимпус и находите нечто действительно хорошее и действительно недорого вот пожалуйста 135 миллиметров 2 и 8 это же отлично но умножим 135 на 2 для олимпуса это будет уже 270 а что вы будете делать с таким фокусным расстоянием скажите мне это очень неудобно отчасти поэтому эти стекла дешевы также они дешевы потому что их создание и выпуск достаточно простое дело трудно сделать ширик светосильный сделать же 135 относительно светосильную в те времена мог ну грубо говоря любой дурак что собственно они и делали поэтому подобные вещи продаются в больших количествах но что с ними будете делать когда купите это большой вопрос еще момент достойного упоминания давайте поищем себе объективчик скажем canon fd 50 свет светосильный 4 состояние минт вот мы их видим достаточно большое количество и в какой-то момент за цену практически стекла нам начинают предлагать стекло с камерой на какой черт вам камера а я вам так скажу очень часто это было единственное стекло которое на этой камере было прикручено у хозяина нищеброд или человеку хватало полтинника например и соответственно стекло может быть в отличном состоянии кроме того вы в довесок получаете камеру вдруг вам понравится попробуйте снимать на пленку потом продадите все свое цифровое барахло и уйдете в секту косенко начнете снимать 10 кадров в месяц такое тоже возможно и кто сказал что это плохо подумайте об этом иногда можно взять камеру со стеклом и это будет интересный вариант и последний момент которым хотелось бы остановиться отдельно ни в коем случае не покупайте объективы которые продаются в состоянии как есть или не дай бог в аппарат они могут стоить вообще ничего но я не верю в то что мы в состоянии хорошо отремонтировать подобные вещи тем более в наше время когда в основном у большинства мужского также женского населения руки из жопы растут если почитать тут можно увидеть замечательные совершенно вещи сделано в японии бла-бла-бла-бла-бла-бла ручной бенет объективы бедный оптика действительно бедный оптика это уже не спасти поэтому никаких как есть никаких на ремонт никаких объектив камеры очень редкая ура находится в израиле потом посмотришь это конечно очень редкая ура вау и так далее но это черти что на самом деле если объяснение нет но я не антисемит но тут есть момент это сами понимаете ребят хитрые лишнего вам не расскажут такого тоже надо бежать бегом таким образом вот основные моменты которые необходимо учитывать в том случае когда вы покупаете поддержанный объектив на ebay выбирайте доставку с трекингом обязательно потому что больше шансов что она до вас беспроблемно доедет все остальные тонкости точно такие же как если бы вы покупали на ebay кроссовки джинсы да что угодно вот собственно и все до новых интересных встреч